Со студией Феникс у меня странное отношение. Лично я, разумеется, с ней никогда не сталкивался, но это похоже на стокгольмский синдром. И не в том смысле, что я стебую её каждый стрим. Нет. Идея Феди собрать вокруг себя аниматоров на финансирование и делать проекты крутая. Ровно как и идея открытости и прозрачности студии во влогах, например. Но они продолжают вновь и вновь обсираться и выпускать килотонны пиздежа про своё говно, а я продолжаю вновь и вновь что-то ждать и на что-то надеяться. Как студия Феникс абсолютно пустая и бесформенная жижа, которая ещё не обрела веса направления. Проекты до ужаса сырые и безидейные. Исполнение ещё хуже, блять. Как студия это ничто. Как блогерский проект это хорошее начинание. Но говорить мы будем не о студии, а о личности блогера во главе. Он всегда вызывал у меня странные чувства тем нерушимым пафосом, с которым он преподносил свою студию. Огромнейшим акцентом в сторону пиздежа подкастов и бесконечного, вечного, нескончаемого планирования, которое по итогу выливается в хуйню. Планы, графики, тетрадки, квадратики в телеграме и нихуя. Только разговоры. Разговоры о себе, о своих шагах, о перспективах, о творческом пути. О детских комиксах, о других сотрудниках. О том, что то, о чём Федя тогда говорил, то, на что Федя тогда намекал, бесконкретики намекал. Оно случилось, оно действительно случилось. Это случилось буквально на этой неделе. Это было доведено до конца. Эти последние полгода они были очень сложные, чтобы достигнуть того, что случилось, и большинство силы времени ушло именно на это. Но говорить про это Федя не может. Думаете, я шучу? То, о чём я тогда говорил, то, на что я тогда намекал, и бесконкретики. Оно случилось. Оно действительно случилось. Вот буквально на этой неделе. Это было доведено до конца. Эти последние полгода они были очень сложные в том, чтобы достигнуть того, что случилось. И большинство силы времени ушло именно на это. Да, мы всё ещё не можем говорить, что случилось. Однако причина записи этого ролика – две последние части Пеникс Тура. Кроме как словом «пиздец» их обозначить невозможно. Они по-настоящему вдохновляют, поэтому предлагаю записать свой Феникс Тур. Так, как это делает Федя. Москва. Мой родной город. Встречайте, к вам летит великая студия делать слепок эпохи. Это тоже не шутка. В том числе Феникс Тур – это документальное запечатление. Может быть, через годы можно будет это пересматривать как архив слепок эпохи. Хей, народ! Выйдя из аэропорта, нам кажется, что мы прилетели немножко не туда. Вы только посмотрите на этот мусор. Что здесь происходит? Москва. Москва. Какой позор. Мне кажется, что я прилетел куда-то не туда. Да, вот так вот выглядит аэропорт с внешней стороны. С главной стороны. Вот так вот выглядит главный выход из аэропорта. А хуй знает. В интернете вроде вот другие, но я вышел отсюда, поэтому вот так вот выглядит главный аэропорт Новосибирска и Москвы тоже. В общем, какой-то позор. Какой-то отвратительный город, серый, блядь, проволок, колючий забор. Пока что видим серость и огромные лэпы. Пока что мои опасения подтверждаются. И Москва – это, ну, как пятерочка, но только без просрочка. Никакого азарта, серые, унылые улицы. А я приехал сюда за азартом. Я хочу азарта. Я здесь. Пока что мои опасения подтверждаются. И Новосибирск – это, как Екатеринбург, только грустный. Даже без щепотки азарта и ощущения свободы. Давайте выкрутим контраст. Может, хотя бы так это говно расстраивается хотя бы в какие-то... А нет, нет, все тоже говно. Это тот мусор, блядь. Ну, а что, если вытянуть контрастность? Все еще. Все еще нет. Мусор, рыхлый снег, какие-то непонятные салфетки, люди непонятные, машины ездят. Стекло, панели, кирпич, бетон, ступеньки, балки и колонны. Собственно, забегая очень сильно вперед, об общем впечатлении, весь Новосибирск для меня выглядит примерно как эта елка. Собственно, забегая сильно вперед, Феникс Тур про новостив выглядит, как эта помойка, в которой должны еще лежать все их комиксы. Абсолютно предвзятые и снобское отношение к городу хуй знает по какой причине. Федя не просто предвзят, он в наиболее мерзкой, мразотной форме комментирует какие-то неприглядные куски города и остается неудовлетворенным со всего, блядь. Видим Гагаринскую станцию и все так же остаемся неудовлетворенными. Это серебряная чешуя, прикольно смотрится, но в сочетании с маморными стенами и пластмассового вида иллюминатором как будто три разных дизайнера приложили руку, что выглядит незавершенно и очень сумбурно. Я, к слову, хотел сделать этот ролик просто пародией, без своих комментариев. Чистый кек для своих, кто смотрит стримы. Но когда стал пересматривать предыдущие Феникс-туры, которые выложены на канале Феникс-видео, с удивлением обнаружил, что это были обычные влоги по большей части, просто влоги про сходки. Без обсирания города, без шизоидных комментариев Феди по типу блядь. И вот эти пирамидки, которые мы проезжаем, это окна вниз. Сбербанк выглядит настолько отвратительно, что... Все еще отвратительно, извини, пожалуйста. Лампы, которые горят, не в попад. Все было бы, конечно, идеально, если бы не эта великолепная люстра. Это были просто влоги про сходку с подписчиками. Федя ебанулся именно на своем канале, и именно на последних двух выпусках. Разумеется, на Феникс-видео тоже были звоночки, типа Оренбург это провинция у него. Но я бы к ним не доебывался, потому что доебываться, в принципе, не имею большого желания. Я не знаю, кем возомнил себя Федя в последних двух роликах, хотя он, блядь, напрямую говорит... Слепок эпохи. Но помимо его классической, блядь, сходки... Замечательно, то же самое, сколько девочки? Раз, два, три. Мы получаем тотальное обсирание Новосиба. Абсолютно на пустом месте. Если вы помните Екатеринбург с Эвокопромом, в Новосибирске этого тоже завались. Но по сравнению с ЭКБ здесь он как будто более унылый. Более грустный и страшный даже местами. Та вещь на психике. Помните кирпичную стену в любом городе. Так вот, в Москве эта стена отвратительная. Она меня пугает. Просто посмотрите, как страшно. Вандалов, конечно, не хватает. Позовите графистов. Станцию спасет, если сюда позовут граффитистов, и они здесь все изрисуют. Я не знаю. Я пытаюсь увидеть что-то хорошее в Новосибирске, но вижу только пластмассовую серость, которая меня не смущала даже в ЕКБ. Я поэтому и смущен. Я не знаю. Я пытаюсь увидеть в Москве что-то хорошее, но вижу только говно и мусор. Я не знаю почему, но вижу только это. Я приехал, и вот что это за кое? Меня ничего нигде не смущало, но здесь это смущает. Почему? Ну, поэтому и смущает. В результате обвешанной рекламой со всех сторон. Пустая внутри и напоминающая тюремные решетки. Уж простите меня Новосибирск за сравнение. Москва, она как этот гора, серый, ну то есть зеленый, засранный, унылая, но сквозь него пробиваются элементы стрит-арта, нейрокопрома, метамодерна, архитектурного костровского эскапизма. Торговый центр, в которых логотип Абельсина будто немножко залежался и запрел. Торговый центр с мигающими логотипами. Просто отвратительно. Я пытался, я старался найти другие магазины, но не получилось. Москва не оставила после себя ничего, ничего, а я очень пытался. Я прошел, ну чуть ли не по всем помойкам и плевал в каждый угол. А в итоге-то что, пустота, я ничего не чувствую. Стараюсь искать в городах, которые мы посещаем, позитивные стороны, но Новосибирск оказался никаким, никакущим. Он не вызывал у меня чувства опасности, тревоги, дискомфорта. Он просто ничего, ничего после себя не оставил. Мне представляется такой маленький злой гном, который прилетел в чужой город с камеры и ходит по помойкам своим шепелявым голосом, недовольно стрелет каждый угол и каждое здание. И при том потешно выебывается терминами, типа капром, который он смог запомнить или что получше. Советская капрома, дореволюционная, постпутинская архитектура. Ну типа после Путина, постпутинская архитектура, знаете такое? Все не вот знает, просто охуеть. Отдельного упоминания заслуживает Амазя. Его озвучка, к слову, мне совсем не нравится. Он словно клоун начинает интонировать и кривляться даже в обычной человеческой речи. Даже в грустных сценах его интонации звучат вычурно. Ну типа вот того. Ему идеально подходил, только псих и сбесит, а потом... А потом... Чеглазый, хочешь анекдот? Знаешь как? Господи, куда ты убеден? Только не анекдот про нюанс. Но и сейчас не об этом. Феникс Туре, он как ребенок, которому выдали диктофон, и он с ним как с погребушкой ходит и играется. Просто, блядь, посмотрите на этот сын. Зачем тебе микрофон? Зачем тебе микрофон включить? Зачем это саунд дизайн для всего? Типа просто у Макса все время включенный микрофон? Все время, сейчас, когда я был в туалете. Типа это саунд дизайн для роликов каких-то? Для всего. Придодится, ну для духа, но для видеоверсии. Для всего целого. Амазия продолжает гулять и записывать звуки. Макс продолжает записывать звуки метро. Вы думаете, Макс не будет записывать звуки метро? Амазия пишет светофор. Амазия пишет стройку. Амазия пишет, будто берет интервью у автобуса. Что спрашиваешь? Все, не знаю. Бля, ну чем бы ты тебя не сешилась, правильно? Мне невероятно смешно от мысли, что вот эта вот вся клоунада во главе с Федей выкатывается в город и начинает доебываться до каждого ебаного угла. До каждой клумбы. Иначе как цирк, ей богу, блядь, русскую анимацию возрождаем. И если Федя думает, что это не выглядит, как ненависть и пренебрежение к городу его жителям, то это выглядит. Именно так это и выглядит. Ёбаный царь во дворца ездит по провинциям и указывает людям, как жить и что делать. Для него позор это объявление о помощи. Людям помогите, помогите людям. Помогите, помогите Новосибирску, помогите. Повсюду эти листовки. Боже мой. Столица Сибири, как не стыд. Бля, листовки, каким-то людям помощь нужно. Вы только посмотрите. Для него раздача на улицах чая, это как знак катастрофы, блядь. Тески с бесплатным чаем для бедных. Показатель какой-то определенной социальной катастрофы. И это, вот это уже нехорошо. А в сторону организаторов сходок летят язвительные комментарии за незнание лоры их ебучей студии. Видимо фишу с Лениным. Мультики. А также нашу, в которой изображен персонаж сахарного мира. Проекта, который уже давно приостановлен. Хорошо, хоть не студия Федор комикс. В том числе от подписчиков, потому что этот фуфел теперь не читайла, а не комикс. Знать надо нахуй. Федор комикс, у меня два вопроса. Да. Ты кем, блядь, себя возомнил, ебучий путешественник по городам? Возможно кто-то скажет, что это его мнение, пусть думает, что хочет, и по сути будет прав. Но кто на полном серьезе может приехать в город в ебучую зиму, снимать колючую проволоку, дворы, дырки в заборах и помойке, доебаться до ебучих стыков в метро? Да, мы приехали на конечную станцию, и о боже, это прям классический унылый Копром. Из тех, которые унылые, есть прикольные, а это вот унылые. Посмотрите внимательно на эти стыки замечательные. Станцию спасет, если сюда позовут граффитистов, и они здесь все изрисуют. Просто любых вообще абсолютно, не любых, не любых, что было клево, интересно. А то здесь вот в Бахтапе блекло, пусто. Я бы сказал, пластмассовое говно. Выбеженные стыки, они, они, вот посмотрите на это. Нужно позвать каких-нибудь художников уличных, ну вот, типа вот такой, чтобы они все здесь раскрасили. Все вот это здесь. Как-то пятнами все. Не хватает пятнами, стыки, просто отвратительные. Вот вообще. А потом на полном серьезе сделать вывод о городе. Чем этот человек должен, блять, думать вообще, вот чем? Он хотя бы пытался увидеть что-то хорошее? Причем я не скажу, что не пытался увидеть что-то другое. Более того, я постоянно спрашивал подписчиков, которые подходили на встречи. Блять, я подписчик. И все в один голос, как владелец магазина, отвечали что-то типа... Опа. Куда, куда здесь ходить может в город? Ну, у нас особо нечего смотреть. Можете там в театр сходить, нет. А еще? Краеведческий музей. Ну, то, что обычно рекомендуют во всех городах. А еще? А еще? Мы вообще не знаем. Блять, город говно. Впечатление в целом у меня негативное. Да, бедные подписчики. Горк, 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 горк. Ну, что на это может ответить сам Фезя? В начале Феникс-туры о Ростове-на-Дону, его родного города, к слову, звучат оправдания. Выходил этот выпуск сразу после вхлама босранного новосиба и на комментарии о том, что, ну, приехали бы хотя бы летом, раз решили оценить новосиб. Город может быть не такой серый. Фезя говорит следующее. Справедливо ли равноценно сравнивать какой-нибудь зимний город Тура, в который мы попали в холодное время года, может быть даже межсезонье, с солнечным, тёплым, светлым другим городом Тура, который выпадает на лето? Справедливо ли критиковать тот город Тура, которому не повезло оказаться зимой? Так, ещё раз. После выпуска про Новосиб, показывая комментарии жителей Новосиба, он задаётся вопросом, справедливо ли сравнивать зимний город в плохую погоду, которая выпала на Новосиба, которую он обосрал, с другими городами, где погода была лучше, а значит и впечатление. И ответ на этот вопрос очевидней, блять, некуда. Справедливо ли показывать вам грязь? Я говорю, да. Почему? Так, окей. И почему? Потому что я вырос в Ростове. Я вырос в настоящем Ростове, в котором 8 месяцев в году, а именно в такое время, я... В каком, блять, Ростове ты вырос? Каким нахуй боком это относится к феникс-туру и к обсиранию городов по неудачной погоде? Как вот как такое можно было выдать? Ты нахуя тогда этот вопрос поднимал с комментариями на экране? Окей, допустим, Ростов-то обсираешь, потому что таким его и запомнил. Но Новосиб-то, как бедный Новосиб. А если ты считаешь, что оценивать города зимой можно и необходимо, то не будь предвзятым, ебучий пуп земли. Но ты обсирал не из-за зимы. Ты обсирал именно, что город в целом из-за своих впечатлений, на которые наложилась плохая погода. И впечатления свои ты не подкрепил ничем, кроме шизы. Ничем. Поэтому в комментариях и решили, что дело, ну, ну хотя бы в зиме. Хуй знает в чем еще. Это омерзительно слушать и смотреть. Мне обидно за жителей города, которые так легко это стерпели, и обидно за сам город. Хоть он мне и далеко не родной. Мнение Феди о своем родном Ростове-на-Дону, наверное, можно понять. По крайней мере, принять, что оно существует. Именно таким он город и запомнил. Я, как правило, в раннем-раннем утром собирался на учебу. Брал все свои манатки и сонным мчался. А иногда шел очень долго-долго пешком, потому что не хватало мелочи на проезд. Я видел таким Ростов. Для меня Ростов серый. Серое, затянутое, беспросветное небо. Потому что именно в это время года я куда-то же вставал по утрам, топтал эту грязь, садился в эту маршрутку. Засранную, вплоть до окон. Откуда родилось, большинство сюжетов бесит. И это неплохо. Ну, это просто... Я его видел. Но я не знаю, каким озлобленным гномом нужно быть, чтобы снимать помойки своего родного города и плевать в свое же детство на большую аудиторию. А другие подписчики из Ростова, которые, может быть, тобой гордятся и хотят быть как ты, получат... Уютный дворик. Вот так вот. Вот так. Шприцы там еще раньше валялись где-то. Ну вот что это за человек? Как его можно охарактеризовать? Зажрался и охуел. Я других слов не нахожу. Если нужен альтернативный пример, то давайте приведу комика Сергея Орлова, чей родной поселок Депутатский находится буквально у черта на куличках. А интервью с Дудиком пропитано безысходностью. Он даже близко не жалуется и никогда не формулировал что-либо оскорбительное в сторону своей родины. Никогда. А как Федя относится к жителям? По сути, своим землякам. Нет, блять, просто послушайся. Он зачитывает комменты про себя любимого из какого-то местного СМИ. Ну и чем же стал таким великим этот ваш художник? Чем родину свою прославил, кроме того, что родился, крестился? Таких художников у нас что-то на заборах пишут, как везде. Волнем-полно. 400 тысяч подписатый ВКонтакте. Вау, как много. Да это серьезно? Ну, блять. А Баста миллион из алых фанатов собирает до сих пор. Вот это действительно талант, земляк. Ой, жеть какая. Ладно, почти не проебался, пацан. Ну, вот это... Ой, не могу. И в чем они неправы? Все земляки должны теперь теперь о школе взять, раз ты приехал? Че за пиздец? Режиссер, блять, назад нельзя. Первый в титрах. Ты охуел. Не подумайте, я люблю родной город и желаю ему всего хорошего. Именно поэтому я намекаю на его улучшение. Федя, Федя, научи нас жить. Как же без тебя обустроить Россию? Сними каждую помойку, чтобы сделать город лучше. Выстави его полным говном. Давай, ведь это что-то изменит. Это ведь вдохновит подписчиков, чей родной город ты снимаешь с заборами и помойками и со всеранием. Это ведь так социально значимо. Ты ебанулся, что ли? Я считаю, что как минимум перед жителями Новосибирска нужно принести извинения. Город отхватил шлепок говна или как там... Слепок эпохи. Совершенно незаслуженно. А я всего лишь высказываю мнение, ровно как и сам Федя Комикс. После просмотра последних двух роликов мне было искренне обидно за города. Будь они для меня родными, я бы оскорбился. И если вам опять же нужны альтернативы ебучему снобизму Феде Комикса, то у Сергея Орлова тоже есть тревел-шоу с городами России. Давайте для наглядности я сделаю нарезку с тем, как эти два персонажа показывают города на примере одного и того же Новосибирска. Вы не боитесь, что вас так чай-нибудь украдут? У меня камера. Украду не я у себя корму испорчу, а тот, кто украдет... Правильно, вы верите в корму? Не боюсь. Естественно. Корма накажет в любом случае, да? Не я же украду, я потеряю только деньги всего лишь. Деньги это копейки. А тот, кто украдет, потеряет честь? Да. И, как вы поняли, это большое разочарование. Я ожидал живописного вида на реку, потому что метро, которое проходит по мосту, оно надземное. Но вот что я получил. Вид на стену и грязные холмы. Позор-позор, я недоволен. К вопросу о неухоженных памятниках и оскорблении ветеранов. Вот здесь, например, мы не можем понять, кому установлен монумент и пытаемся вручную очистить его от снега. Натуральный бломбир? Игра со шифтами. Нарушение авторских прав. Ой, я даже ходила на концерт Карл Готто. Даже автограф у меня его есть. Ничего себе. Это кто? Это чешский певец был, Карл Готто. Вы что? Ну, я такого не знаю. Ну, вот видите, вы не знаете. Ну, мало я. А мы-то знаем. Карл Готто. Отсутствие полной отсутствия идентичности. Уж извините, пожалуйста, я обычно открыто не критикую города. Но мне втройне обидно, повторюсь, за то, что в Новосибирске живет столько народу. Стыд и позор. Вот почему судят малолетних дебилов, а не великовозрастных, которые, по идее, должны выполнять свою работу? Мои чувства такое оскорбляют гораздо больше, чем тот чел, если честно. Оба приехали, по сути, с шоу. Хоть эти комиксы с оговорками. Оба делают отчеты о своих турах. Разница тут только в любви к родной стране, городам и людям. Федди комикс, я правда считаю, что было бы правильно извиниться. Да, вся твоя малолетняя аудитория будет в любом случае оправдывать тебя и нихуя не поймет и не получит с этих извинений. Но это было просто пиздец некрасиво и мерзко с твоей стороны. Пиздец некрасиво и мерзко. Но на извинения я не надеюсь. Аудитория ты схавала, а значит нас ждет еще больше этого говна. Ну, хоть на стриме поржем. Однако в отмяску за обиженные города в кино забавное наблюдение. Вы когда-нибудь думали, есть ли девушка у Феди комикса? Особенно после вот таких вот шуток сперматоксикозников 20, сука, 6 лет. А вот к этому каменному медведю приделали пипиську из снега. Я, естественно, замазал, но представьте, что у него пиписька из снега. Петрозаводск! Кончосера! Турникеды, зажимающие письку. Некомфортные, короче. За всю историю его творчества были отрефлексированы, ну, по сути, все возможные темы. От политики до философии. Кроме банальной любви. Это касается даже проектов, которые он финансирует. Любовь в творчестве и контенте Феникса в целом не рефлексировалась никак. А учитывая любовь Феди к пиздежу о себе любимом, я этому действительно удивляюсь. На Фениксе есть только заигрывание с геей тематикой от Лины. В связи с этим вопрос. Феди комикс. А ты, честно, мне... Отвратительнейшее здание, которое перекрывает с собой весь вид на все вокруг. С какого ракурса не посмотри. Отвратительнейшее здание, которое перекрывает вид на все вокруг. Просто на все. Я хочу посмотреть туда. Я хочу туда посмотреть. А оно перекрывает вид на все, со всех сторон. А это что такое? Это что за отвратительность? Ну и какой же Феникс Дурб из магазина комиксов? Вот и здесь мы попытались зайти с инспекции и найти наши с вами любимые Феникс комиксы. И благо нашли. К сожалению, не в отделе классической литературы, что печально. Но тем не менее... Для королей. Ну, почти. Ромео, Вару, Зонтик, Феликс, Пик. Специальное издание. Вот, пожалуйста. Герои имеют каждый свой цвет, силуэт, характерную позу. И это очень профессионально. Удивительно, на самом деле, что они получились такими классными, как персонажи, когда их делал совсем юный пацан. Стыки сразу стали ровными. Вот. Высота. Особенно вот это. Вот прям... Лучше. Все нужно. Я немного... Подустал. Субтитры сделал DimaTorzok